Враждебная девочка По бокам стояли скамеечки Довольно уютненько Куда же мне сказала идти та девочка? Налево или направо? Налево, направо, налево, направо И зачем я вообще туда иду? Ах да, я же решил казаться нормальным Значит направо Через небольшой пролесок Я вышел на пристань Наверное не туда свернул Ой, так тебе не сюда Я обернулся на голос Передо мной стояла та первая девочка Я же тебе сказала повернуть налево на площади А ты куда пошел? Пионерская форма на ней сменилась на купаль Ой, я же так и не представилась Меня Славя зовут Вообще полное имя славяны Но все меня Славей зовут И ты тоже зови А, да Я все еще был несколько растерян Так что на более осмысленные ответы Меня не хватало А тебя? Казалось, ее взгляд пронизывает меня насквозь А я... Да, Семен Очень приятно, Семен Ладно, я уже заканчиваю Ты подожди мне тут минутку Сейчас переоденусь и вместе пойдем к Ольге Дмитриевне, хорошо? Хорошо После этих слов она куда-то убежала А я сел на мостик и свесил ноги в воду На мне были теплые зимние ботинки Но в такую погоду промочить ноги не страшно Более того, это хоть немного меня охладило Смотря на реку, я размышлял о происходящем Если это что-то вроде тайного заговора То он довольно странный По местам и дружелюбный чересчур Нет, все же больше похоже на случайность Какой-то очень непонятный случайность Пошли Рядом со мной стояла Славя Вновь одетая в пионерскую форму Пошли В этом лагере я совсем недолго Но из всех встреченных она вызывает наименьшие подозрения Хотя сам этот факт уже подозрителен Мы вышли на площадь По ней друг за другом бегали СССР и девочка, ударившая меня по спине Это у них игра, что ли, такая? Ульяна, хватит бегать! Я все Ольге Дмитриевне расскажу Есть гражданин начальник? Я решил не расспрашивать до поры до времени Славе о происходящем О местных обитателях Лучше сначала добраться до этой таинственной Ольги Дмитриевны Она у них главная вроде бы Мы шли сквозь ряды почти одинаковых строений, некоторые из которых напоминали пузатые пивные бочонки, а иные – хозяйственный сарай Наконец, Славя остановилась перед небольшим одноэтажным домиком Словно картина художника Выцветшая, местами облупившаяся от старости краска, сверкала на солнце При открытой ставне еле заметно качались на ветру Казалось, что эта ветхая хижинка словно утопает в пурпурном бархатном шторме А сирень, как стихия, неотвратимо уничтожает жилище божатой Что стоишь? Пойдем! Славя вывела меня из раздумий Не хватит издеваться над Леной Реной? Кажется, в домике кто-то есть И точно, через мгновение дверь распахнулась, оттуда выбежала Ульянка и пронеслась мимо, все так же хитро улыбаясь За ней вышла девочка с хвостиками Лена, не обижайся ты на нее Значит, ее зовут Лена Но не Реной на том, спасибо Да я не... Она не закончила фразу, покраснела и быстрыми шагами направилась в сторону площади Я почему-то захотел обернуться и проводить ее взглядом, но Славя сказала Пойдем! Мы зашли в домик Внутри он выглядел примерно так, как я себе его и представлял Две кровати, стол, пара стульев, простенький ковер на полу, шкаф Ничего особенного Но при этом создавалось ощущение домашнего уюта Хотя в плане порядка эта комнатка недалеко ушла от моей квартиры Возле окна стояла девушка лет двадцати пяти на вид Внешности вместе с фигурой ее природа не обделила Хоть одна вещь в этом пандемониуме не может не радовать Это красота его обитателей Пришел таки! Отлично! Меня Ольга Дмитриевна зовут, я вожатая Очень приятно, Семен Я решил говорить так, словно все происходящее совсем меня не удивляет Она подошла ближе Мы тебя с утра ждем Ждете? Меня? Да, конечно А когда автобус следующий будет? А то я... А тебе зачем? Действительно, зачем мне? Похоже, прямые вопросы задавать не стоит Они могут вызвать совсем не ту реакцию, что мне бы хотелось Да и ответы я вряд ли получу Нет, просто интересно А, кстати, где мы точно находимся? Ну, адрес там Я родителям хотел письмо написать, что удачно добрался Мне почему-то отчаянно казалось, что удастся что-нибудь выяснить, если я буду подыгрывать им Так мне твои родители полчаса назад звонили Тебе привет передавали Вот это номер Значит, можно им позвонить, а то я перед отъездом забыл сказать кое-что Нет Она милая и непринужденно улыбнулась И почему? А у нас телефона нет Так как же они сюда позвонили? Я только из райцентра вернулась, там с ними и поговорила Ах, вот так, значит А мне можно как-нибудь в этот райцентр? Нет Она все так же улыбалась Почему? Потому что следующий автобус будет только через неделю Как же вожатая тогда сумела добраться туда и обратно, я решил не спрашивать Ответа все равно бы не последовало Все это время Славя стояла рядом со мной и, казалось, не находила в нашем разговоре ничего такого Ой, надо тебе форму подобрать Не имею ровным счетом никакого желания наряжаться в пионерские шортики и завязывать нелепый красный галстук Но и ходить в зимней одежде летом тоже не лучшая идея Да, спасибо Интересно, только я один считаю странным, что в такую жару кто-то ходит в пальто и зимних ботинках Ладненько, я побежала тогда, а ты пока можешь познакомиться с лагерем Вечером приходи на ужин, не забудь С этими словами она вышла из домика Нет, даже не вышла Выпорхнула Я остался наедине со Славей Мне тоже пора, дела Ты походи, осмотрись Вечером увидимся Если в этом не скрыто никакого подвоха или угрозы То такая реальность в лице Слави мне начинает нравиться все больше Впервые за день я понял, что здесь ужасно жарко Хотя, очевидно, виной тому зимняя одежда Я снял пальто и кинул его на кровать За ним отправился и свитер Я остался в одной рубашке Вот, так куда лучше Ничего не оставалось, кроме как воспользоваться советом и пойти осматривать лагерь Заодно по дороге попытаюсь что-нибудь выяснить Проходя через местный жилой квартал, я увидел идущего навстречу мне пионера